привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции тем более когда вам нужно узнать где же покупаться в алании именно этот регион сегодня мы с вами будем осматривать в плане пляжей и все что с этим связано так что обязательно досмотрите это видео до конца и мы вместе с вами узнаем хватило ли у меня пороху посмотреть все пляжи и рассказать вам об этом начнем мы осматривать пляже с инжи кума это мелкий песок так называется пляж едва ли который не признан самым самым красивым и располагающим к отдыху о как сказал так вот протяженность пляжа полтора километра обратите внимание именно с этого ракурса хорошо видно что вход достаточно пологий и можно здесь отдыхать с детьми ну а сейчас давайте посмотрим какой же он инжи кум вблизи мелкий песок друзья сейчас я расскажу вам про этот замечательный пляж он мне нравится ну едва ли не больше всех о перешев как начну рассказывать про пляж хочу обратить внимание от протру ту бравую команду он видите все купаются они с удочками интересно что они там наловили окей это так я отошел от темы а сейчас давайте я расскажу про этот замечательный пляж инжи кум в переводе с турецкого мелкий песок и действительно песок здесь очень мелкий и приятный полтора километра протяженность пляжем слева вы видите целую гряду отелей они уже многие работают особых здесь нет он это инфраструктурных развлекательных мест для частного отдыха все в основном отдыхают в отелях ну а на этот пляж очень любят приезжать турки что для меня показатель что действительно место хорошее еще один нюанс который стоит заметить вот видите как далеко прошли отдыхающие из германии по моему немецком вроде как говорили ты год здесь достаточно пологий пляж и очень хорошо детям здесь отдыхается вот кстати они мелкий песочек пляж инжи кум и в той стране мы сейчас будем двигаться в сторону аланьи а куржалар и следующее of solar там там или посмотрим следующий пляж осмотрим его и сделаем выводы что и как что касается этих шезлонг только что я узнавал он того молодого человека который занимается этими всеми арендами сдачами получается 1 шезлонг 1 шезлонг будет стоить 20 лир и арендовать зонтик 10 лир это если один человек а если вдвоем будете арендовать вот такой вот шезлонг то 40 лир за все про все и за зонтик и за это друзья мы с вами на пляже который находится в саларе он здесь немножечко поуже береговая линия около трех километров протяженность пляжа и как видите гораздо уже береговая линия чем инжи куме здесь мы можем наблюдать как многие комплексы обустраивают свою территорию здесь очень много любят отдыхать иностранцев и из европы и и стран бывшего ссср большие комплексы обычно имеют свою прикрепленную территорию и вот здесь когда вот люди приходят могут потом бесплатно загорать и купаться используя шезлонги но пожалуй это все преимущества песочек такой же мелкий приятный ну а урез воды гораздо меньше но это друзья мы с вами находимся на пляже районщика по я лар здесь очень не напоминает наши постсоветские пляже такой urban все разбито он рыбаки и мы редкие вот в той стране большое количество отелей двигаясь из-за салара постоянно по правую руку со стороны моря виднелись одни только отели и вот кстати возле отелей очень хорошие пляжи они даже награждены голубым флагом который говорит то что очень логично и красиво чистый ну и так далее но здесь у нас дети он купаются раскинув руки природу может это мало что может испортить и здесь в этом убеждаешься но конечно цивилизация не такая здесь как во в саларе и других пляжах на которых мы уже побывали ну что едем дальше впереди у нас будет аланя ну и у нас новый пляж мы приехали оттуда и попали сюда конаклы очень безлюдный пляж тоже не оборудованы может был бы назад что-то дикий пляж но нет здесь есть люди которые гуще событий ну а теперь по поводу самого моря береговой линии дело в том что здесь уже понадобится спецобувь для ваших детей я и сам тоже одел уже потому что здесь начали появляться плиты и если на предыдущих всех пляжах был песок то здесь как видите уже галька то есть буквально где-то несколько метров назад это грань уже произошла переходы песка в гальку и здесь уже пошел галечный берег и вот такие вот плиты начали появляться так что будьте осторожны но это стране критично красиво но это друзьям пляж клеопатры знаменитый центральный пляж честно говоря кроме исторической достопримечательности вот красивых гор вот как по мне так не самый лучший потому что здесь заход в воду уже начинается с такими техническими природными плитами и не всегда комфортно входить поэтому а спецобувь необходимо как вы заметили очень много людей по сравнению с другими пляжами и здесь сезон действительно очень много иностранцев на что все кто приезжает в отеле хотя в один раз считает своим долгом посетить этот раскрученный пляж вода отлично друзья дело в том что здесь где-то так по ощущениям на градус другой ниже вода по градусам чем в том же в саларе баджу куми вода была потеплее возможно из-за того что там берег более пологий и прогревается вода лучше но тем не менее факт из-за фактов вход в воду достаточно неприятный но можно даже и без спецобуви заходить так как в мухмутларе уже такой номер не пройдет надо обязательно на спецобуви или же искать все места где вы добавлены проходят здесь тоже где то есть место где можно пройти прямо в водичку по пологому спуску но здесь вот такая ситуация вид очень шикарный красивый всячески рекомендуют там есть телеферик то есть канатная дорога можно покататься можно садить в пещеру дам латаш большое количество баров ресторан инфраструктура очень развитая поэтому я думаю в этом пляж выигрывает плюс локация самый центр города сюда все приезжают по отдыхать даже те кто остались в остановились в отелях просто это фактически историческое место даже он свадьбы здесь отмечают меня часто спрашивают снять квартиру поближе к пляжу клеопатра надо понимать что здесь цену начинается где-то вот 40 евро в сутки есть отельчики где можно найти чуть-чуть подешевле но там уже сами понимаете условия будут похуже там комнатушка два на два и все такое так что вот это можно сказать центральный пляж вон эти девушки ходят приезжают много отдыхающих и здесь кстати центральное место для знакомства флирфактор здесь большой ну вот едем дальше посмотрим что там следующих пляжей но перед этим хочу напомню что вы поставили лайки чтобы не забыли да и поделись этим видео ну что я уверен что многие интересуются какие же не пляже в аланье сейчас мы на пляже кейкубата называется в честь аладдина кейкубата основателя аланье 3 километра протяженность этот пляж очень хорошее покрытие здесь вход в воду приятный песчаный здесь будет очень удобно вот так что всячески рекомендую но еще отмечу вот здесь развитие на лафете затаскивают водный мотоцикл чтобы кататься самим и катать отдыхающих это кстати не везде можно делать здесь на этом пляже можно здесь очень разная инфраструктура для отдыха здесь большое количество всевозможных кафе баров ресторанов а это как вы понимаете привлекать себя туристов поэтому сюда рекомендую приходить отдыхать ну а все остальное думаю все своими глазами если не до конца что-то поняли то с радостью объясню каждое воскресенье в 11 00 на моем youtube канале отвечаю на ваши вопросы так что добро пожаловать едем дальше пляжкой кубат где-то там вдали оба а мы переехали в тосмур да кстати вспомнил про серферов пока ехал все когда сидели по домам когда был шторм дождь они прям радовались что такая погода проезжал на машине их человек наверное 70 собралось и катались вот там вот на серфе на своих да короче развлечение здесь на любой вкус так возвращаемся в нашу реальность я сейчас нахожусь на одном из самых лучших мест в этом на этом пляже тосмур вот здесь впадает река дим чай в море и здесь тосмуре вот это наверное самое удачное место так что милости просим приходите сюда может покупаться кстати можете половить дрибу дочери на развяжут рыбаков наряду с купающимся вот развлекаются как могут и ловят рыбу так теперь что касается входа в воду ну песчаный пляж галечные перемешку мелкий песок достаточно неплохой вход нету здесь плит так что детям как вы видите здесь весьма и весьма комфортно кестель специально залез повыше чтобы показать вам вот плиты естественного происхождения здесь крайне неудобно заходить в воду хотя вон видите наглядный пример того как здесь прорубают специальный вход в воду и здесь за за чем комфортно может будет входить но все равно будьте осторожны одевайте спец обувь ну а сейчас я вам хочу показать еще одну достопримечательность здесь друзья мои внимание футбольные поля вот прямо на берегу моря так что очень рекомендую пустить какой-нибудь дружественный футбольный матч на фоне гор посмотреть как сражаются футбольные команды эти футбольное поле за моей спиной там море а вот за дорогой горы красота а сейчас друзья мы в махмутларе мой любимый район здесь достаточно большая береговая линия и самая большая протяженность внимание вы готовы это слышать 7 километров до 7 8 километров это так вот береговая линия где можно покупаться по загорать и вот я сейчас стою прямо на береговой линии да да не пугайтесь это вот вместо песочка такие вот бетонные плиты естественного происхождения и здесь уже без специальной обуви как вот у меня не обойтись что здесь коряво очень входы они скользкие и можно подскользнуться и травмироваться поэтому обязательно нужно носить такого но кроме этого есть свои плюс во-первых специальный вот есть прорубленные входы выходы вот за моей спиной там не мужчина стоит там вдалеке видно что есть место как хорошо удобно комфортно входить в воду и выходить это раз во-вторых за счет того что такие бетонные плиты здесь меньше замыливается песка и вода очень прозрачная вот и гораздо чище чем центре так что везде есть свои плюсы ну и естественно протяженность гораздо больше чем в любом другом районе алании можно здесь загорать купаться и даже в час пик точнее сезон пик здесь можно найти себе место для того чтобы покупаться и позагорать вода здесь несколько прохладник ничего достопримечательного вода такая же чистая и теплая единственная вход в воду так себе но в любом случае очень рекомендую потому что красивые виды кривиджак демертаж там у нас аланием 25 километров ту сторону городок газипаша где расположен аэропорт ну что могу сказать в этом районе достаточно много частных вилл которые приобретают как жители турции так и иностранцы к слову кирилл мой друг приобрел вот прямо здесь виллу и очень доволен ее можно использовать как частный дом как дачу по нашему и здесь великолепно с условиями среди обитания для животных природы много много всяких сельской продукции очень красивое место что касается пляжа давайте вернемся к этому вопросу пляж здесь можно сказать дикий сколько взгляд в одну и в другую сторону не упирается нету ни одного заведения разве что за моей спиной есть чуть ли не единственный ресторанчик который вот-вот собирается открываться очень уютный в принципе что еще нужно тут и так все рядом может быть у вас под боком если вы здесь живете в вилле так что здесь для семейного тихого отдыха вполне даже хорошо до берег состоит из сплит но вот прямо здесь я нахожусь вот вот так сказать прорубленной такой конструкции где буквально таки можно босиком зайти и без всяких проблем здесь не будет то есть здесь песчаное дно ну вот друзья я и закончил обзор пляже который находится в территориальной близости от алании начал я с инжи кума мелкий песок и действительно песок там мелкий большая береговая линия очень красиво людей тоже немало туда любят ездить турки так что делайте выводы в саларе было людей уже поменьше гораздо меньше береговая линия и когда разыгрываются шторм или бушуют волны то это прибрежная зона еще уменьшается так что выбирать если то как по мне так инжи кум поприятнее а проехаться а то в салар буквально там 10 минут так что кто рядом живет имейте ввиду дальше ближе к центру все больше и больше людей и конечно апогеи столпотворение отдыхающих это пляж клеопатры раскрученный очень интересные красивые любовные легенды о клеопатре и и возлюбленном короче говоря я уже об этом говорил и людей там было больше всего потом я вам показал и где серфингисты тусуются но их там не было потому сейчас стиль дальше ближе гази паше людей становилось меньше и в принципе по сегодняшнему дню можно делать выводы где в каком процентном соотношении будет отдыхающего что снят это все за один день и вы можете наблюдать где сколько людей соответственно в любое время года вы можете понять какое процентное соотношение так вот по поводу всего остального изучайте и другие красивые места потому что они есть вот я казалось бы только что вырвался из алании и приближаясь к гази паше вот уже такие красивые виды а там дальше что творится но это отдельная история в гази паше есть тоже очень красивые бухты и я их снимал и буду еще снимать так что пишите в комментариях что еще хотели бы увидеть в моих видео ставьте лайки делитесь этим видео своими друзьями и вступайте в мою группу в телеграме потому что мы там обсуждаем самые последние новости видеокаталог недвижимости помните актуальные новости в рынке недвижимости ну и конечно же всегда рад новым друзьям так что приезжайте будем рады носим все дин-дон-дем ассаляма и долги любили и купайтесь и загорайте в красивых местах пока